Персидское нашествие «В Марафонскую бухту вошли корабли персов. Вооружайтесь!» Такую страшную весть принес в Афины гонец летом 490 года до н.э. Стратегам на эту войну народное собрание избрало Мильтиада. Под копье собралось десятитысячное войско. Лишь граничащий с Атикой город Платеи прислал им на помощь войско, а остальные отказались от похода. Прибывшие к холмам, окружающим Марафонскую бухту, греческое войско увидело разбитый лагерь персов. Слышалась чужеземная речь, и греки оценили численное превосходство врага. Мильтиад, перегородивший путь противнику на Афины, опасался спуститься с холмов на равнину, удобную для персидской конницы. Военачальник персов отправил часть армии в обход по морю на безоружный город Афины. Когда Мильтиад узнал об этом, он решился на битву и спустился на равнину. Греки построились фалангой, при этом в центре было меньше рядов, чем у противника. И это было не случайно. Когда персы прорвали центральную линию, то греки, стоявшие по краям, напали на них сзади, тем самым приведя персов в бегство. Им удалось бежать только на семи кораблях, а остальные захватили греки. Когда греки поняли, куда направились персы, они ринулись на защиту родного города и в Афинской гавани уже ждали врага. Увидав готовое к новому бою греческое войско, персы уплыли прочь. Опоздав к сражению, спартанцы все же прибыли к марафону. Победа греков в марафонской войне сильно ослабила авторитет и позиции персидской армии. Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. О новом вторжении персидских войск предупреждал Элладу Фемистокл. Он убедил греков в необходимости военного флота. Афиняне послушали его и приступили к строительству Триер. И в короткие сроки построили 200 кораблей. Триера – это военный корабль с тремя рядами весел. А паруса играли вспомогательную роль. Триера развивала скорость до 18 км в час. Фемистокль убедил греков прекратить войны между собой, объединив войска для борьбы с персами, и греки к нему прислушались. Эллины создали союз из 30 государств, набрав тем самым огромное войско. Вторжение персов в Элладу. Новую попытку поработить греков предпринял новый царь персов – Ксеркс. В его войско входили не только персы, но и покоренные им народы. Ксеркс приказал построить мост через пролив между Европой и Азией. Но первая попытка переправиться не удалась. Разыгравшаяся буря смыла мосты. Строителям отрубили головы, а море, по приказу Ксеркса, высекли плетьми. Со второй попытки персидским войскам все же удалось переправиться на западный берег. А вдоль берега шел персидский флот. Бой в Фермопильском ущелье. Фермопильское ущелье ввело из Северной Греции в Среднюю Грецию. В этом ущелье объединенное войско преградило путь врагам. Подойдя к фермопилам, Ксеркс в лобовую атаку отправил войска, но греки и не думали отступать. Начальники кнутами гнали воинов в теснины, но от этого лишь персы несли потери. Три дня продолжались сражения. Персам помог местный житель, предавший за деньги греков, показал обходную дорогу, ведущую через горы. Ксеркс в тыл врага отправил отряд. Для спасения войска спартанец Леонид приказал отступать, а сам остался с тремястами воинами на верную смерть. Спартанцы дрались, проявляя доблесть и мужество, пока не погибли все. С древности и по сей день на месте битвы стоит памятник. Соломинское сражение. Войска Ксеркса, заполучив фермопилы, грабя и убивая мирных жителей, стали продвигаться к Афинам. Народное собрание Аттики приняло решение, что женщины, дети и старики должны были покинуть свои дома и отправиться на остров Соломин. Персы, войдя в Афины, нашли город опустевшим. О злости они разрушали храмы и предали город огню, а персидский флот встал на якорь в бухте около Афин. Флот греков наблюдал, как горит город Афины, находясь в проливе между Соломином и Аттикой. Долго спорили греческие полководцы. Одни требовали отступления флота. Афимистокл настаивал на сражении. На рассвете греки заметили, что выход перекрыт персами, и поняли, битва неизбежна. Сами боги помогали грекам. В начале битвы поднялся сильный ветер, он переворачивал громоздкие суда персов. Поначалу флот персов стоял твердо, но большое скопление судов оставляло мало места для маневра. Персидские корабли стали сталкиваться друг с другом и тонуть. Отступая, персидский царь оставил в Греции сухопутную армию, но через год и она была разбита греками при Платее. Тяжело грекам далась их независимость. Продолжение следует...